всем здравствуйте сегодня мне захотелось сделать небольшой обзор моих колод в принципе их не так много я не любитель покупать большое количество карт я не колод я не являюсь коллекционером для меня выбор колоды это скорее всего процесс понимания осознавания как я могу работать с этой колодой и в чем она может быть мне полезно что ли чем она может быть мне интересно когда я только начинала изучение таро меня привлекали я по своей натуре человек эстет и меня всегда привлекали красивые колодки то есть когда знаете вот реалистично красиво нарисовано я не люблю колоды где изображены животные там кошки собаки либо вообще какие-то другие животные я их не понимаю мне сложно работать с такими колодами поэтому те колоды которые есть у меня я планирую в ближайшее время записать наверное несколько роликов чтобы они не были такими знаете огроменными я их выбираю под свою собственную ну вот взгляд интерпретацию мне нравится глубина мне нравится символика и я на это обращаю внимание вот сегодня я вам покажу пять своих колод может быть меньше все будет зависеть от времени до сколько это время займет со многими конечно же вы знакомы многие колоды вы видели вот но я планирую показать вам все свои колоды и возможно кое-что расскажу о ней значит одна из рабочих колод которая основана на системе по системе райдера у это как принято говорить хотя это неверно потому что и колода райдера она была отрисована на основе колоды ордена золотой зари это в свою очередь на основе другой системы но в принципе втором у нас идет разделение на три типа колод до первая колода это английская школа то что вот мы говорим райдера уэйта вторая система это французская она немножко отличается от английской и что верно вернее говори да и таких колод не так много на самом деле по сравнению с английской школы и третье как эта система да карт таро это сценарные сценарные у них есть свой смысл своя линия они отображают сценарий исходя из нашей жизни таким колодом относятся всем известная вам монара таро наслаждение декамерон казановы таро казанова вот сейчас больше уже голову ничего не приходит может быть есть еще какие-то колоды но их тоже не так много основная она вот основана на английской школы вот колода темного света то что вы видите сейчас на рубашке она также основана на английской школе ну вот то что принято нами говорить по райдеру уэйту такая вот обложка это подлинник у меня есть и реплики есть и подлинник это версия значит белая да и вот с таким темным рисуночком вот есть та же самая колода только в другой версии наоборот в темный вы ее тоже можете видеть покупал я ее на сайте у автора очень долго за ней гонялась свое время был предзаказ вот не знаю почему она мне понравилась вот она понравилась значит мы видим на вот я вот так буду выкладывать несколько карт в принципе все так же как и в классике да нет ничего такого особенного это значит нас аркан шута тройка мечей здесь не про не пронзили сердце а скорее всего человек сидит в позиции скорби характерная черта у колесницы да что здесь человек сидит на одной лошади него нету ни двух не сфинксов и вот он как раз таки на цели на цель здесь мы видим на два символа два полумесяца старый полумесяц и новый да скорее всего как дуальность и нацеленность и луна тоже здесь вот в таком изображении здесь нету рака нету колон есть луна изображена королева мечей стоит она обнаженная в четверке мечей мы видим значит человека который не держит у него не закрыты коронная чакра и сердечная в ногах у него нету двух пентаклей все лежит под ногами человека для сравнения аркан солнца здесь значит собака изображена вот не ребенок либо два очень хоже да вот почему-то луна у меня ассоциируется скорее всего с мужским лицом нежели женским восьмерка кубков аркан дьявола такой вот очень интересный бафомет с большими рогами педакль в руке у него изображен да и есть факел в левой руке здесь мужчина отвернут женщина повернута к нам пятерка педакли мы опять видим собаку да которая вот входит в здание есть некий такой света то есть она видит два педакли у нас внизу и три на окнах десятка у нас обычная традиционная а вот шестерка мечей здесь изображена как девушка которая идет в будущее да по мечам и вот вороны аркан силы украшение тройка жезлов традиционная рыцарь мечей он не настроен так достаточно агрессивно он никуда не несется у него меня меч находится в вертикальном положении вообще мечи если чисто символически если меч так же как на тузе мечей направлен вверх это говорит о том что человек должен принять решение если меч направлен вниз на острием вниз это говорит о том что решение уже принято поэтому если вы вспомните например фильмы где есть военные одеты с мечами либо это самураи когда война заканчивается до либо уже какое-то решение принято всегда меч как-то вонзается либо в землю либо вот как преклонение да на одно колено и вот меч опускается вниз то есть я больше не воюю да уже есть принято решение на примирение а верх поднятый меч как раз и говорит о том что решение нужно принять семерка мечей традиционная двойка педакли мы здесь видим человек держит два педакли как балансирует да караб карамысла некая паш педакли держит свой педакли в руке внизу до опираясь на одно колено здесь девушка нарисована да как принципе принцессы вот они в руках шестерка жезлов семерка жезлов традиционно закрывается тройка кубков семерка мечей здесь нету на заднем плане есть где-то вот очень прямо далеко далеко эти палатки причем он не 7 мечей несет опять сверху едва у него все-таки упали аркан повешенный подвешенный и он подвешен за две ноги это тоже те кто разбирается в символике тоже не мало важно почему потому что правая если человек подвешен за правую ногу правая сторона тела у нас отвечает за левое полушария то есть за разумность в принципе когда мы подвешиваем подвешены висит за правую ногу это смысл как раз к этому аркан когда я осознанно беру паузу для того чтобы пересмотреть свою жизнь вот когда за левую ногу подвешена левая нога у нас отвечает за правое правое полушарие отвечает за левую сторону сторону нашего тела правое полушарие это наше бессознательное то есть мы не осознаем как мы себя подвесили я как человек который обращаю внимание на глифы и на символику мне близко понимание того что я осознанно выбираю да то есть когда человек подвешен за правую ногу причем дерево здесь мы видим она мертвая по идее тав согласно допустим баллистическим понятием до подвешены он у нас подвешен на дерево виде тав буквы т и она цветет она живое здесь же она мертвая и подвешены за две ноги плюс ко всему вот это вот позиция рук знаете как но беспомощная в классике у нас идет сзади она создает некий такой треугольник символ направленности краски духовности в материю что она должна спуститься здесь вот в этом аркане не прослеживается десятка пентаклей говорит у нас здесь мы видим опять-таки собаку сидит возле очага 10 пентаклей опять-таки в традиции изображено древо жизни каблистической да которым очень в такой форме очень часто мы говорим здесь нету здесь возможно собака как символ преданности верности очага очаг как дом уют комфорт мак здесь очень красивый да есть вот вода некий такой камень напоминает моисея знак имени скаты бесконечности у него и вот здесь как раз таки если вы присмотритесь вам видно будет меч направлен как раз таки вниз да как у артура который должен был вытащить свой меч из камня вот здесь он как раз таки принято решение и держит именно жезл как начало жизни как символ жизни то есть человек который умеет пятерка мечей здесь мы видим конфликт как раз таки двух людей шестерка педакли в этой колоде она такая очень интересная нету того взаимодействия как в классике но есть тот же самый смысл когда человек выбирает да здесь один просящий а другой дающий причем он как будто бы дразни так как вот знаете вот мы иногда дразним собачек на дотянись дотянись вот здесь как будто бы дотянись да если ты хочешь тебе нужно что-то сделать дотянись дальше четверка мечей здесь нету человека мы видим на надгробную плиту и три-четыре меча в анзиле ну так в земле я так понимаю кстати лично у меня четверка мечей всегда ассоциируется с физической смертью не аркан смерти а именно четверка мечей король педакли такой очень серьезный кстати это последний король в масти перед тем как архетип превращается в императора следующим этапом поэтому здесь такой достаточно зрелый колесо фортуны здесь очень интересное получается смысл такой как прялка да и мы видим женщину закрытыми глазами слепая фортуна слепая удача вот и на небе звезды если предположить что художник изучал философию то вот как раз таки в книге платона государства в последний у меня есть курс на тему путь души после физической смерти вот там как раз таки я про это и рассказываю когда платон дал объяснение того как создана наша вселенная планеты и все что есть в том числе и люди используя исключительно образ веретена то есть веретено с помощью веретена он объяснил как все устроено во вселенной планеты расстояние как какая скорость обороты как одна планета находится насколько от другой вдалеке вот и здесь мы видим опять-таки отсылка вот к этой к этому верите ну да к этой прялки как создание жизни и вот используя греческую мифологию как раз таки мэра которая у нас была ответственна за как этот за контракт души которые каждая душа подписывает да то есть жребий которое она имеет на воплощение там как раз таки называется лахисис та которая дает вот этот жребий каждой душе вот здесь вот присутствует опять-таки согласно символике да удача в древней греции был бог который бог удачи и вот он был слепой не от рождения его ослепил зевс в порыве ревности к его матери богине деметры и вот здесь вот как раз как говорится удача слепая поэтому здесь глаза закрыты но вот очень много символики да я по крайней мере для себя нашла вот в этом аркане но могу еще много рассказывать но не в этом смысл шестерка кубков да то есть здесь мать и маленький ребенок девочкой она ей протягивает руку да то есть воплощать как ассоциация прошлого доверия вот именно искренности чистоты девятка мечей девятка жезлов как в традиции королева жезлов также кошечка только королева здесь все стоят она держит тюльпаны так тоже двойка мечей король кубков здесь такой молодой красивый в голове у него час это животные вот я не могу понять сейчас я посмотрю у меня для работы с колодами всегда есть лупа почему потому что есть какие-то детали которые очень интересно через лупа рассматривать вот если я вам покажу не знаю насколько вам сейчас я поставлю так чтобы вам видно было так нет другую сторону вот так да видите здесь как маска у него в голове а животного да только это лев то ли это собака причем он такой знаете он такой молодой красивый у него на плече татуировка как знак водолея вот ну то есть водная стихия и символ воды треугольник вниз здесь мы видим также вот здесь вот у него вообще на самом деле я рекомендую иметь лупу для того чтобы рассматривать детали потому что сейчас колоды в основном они создаются через компьютерную систему да и очень много деталей не видно вот они имеют ну значение по крайней мере для меня ну значение по крайней мере для меня смысл так например в эпическом тару когда дойдет очередь я вам покажу какие-то детали которые не видны вот то есть голове возможно если это собака то речь идет о преданности отшельник у нас здесь вот вот такой на то есть он отвернут от нас он ищет свой путь паш кубков опять таки как принцесса девушка с кубком рыцарь кубков семерка пендакли характерное то что вот то я жду да передо мной вот этот урожай и я не знаю что сделать собирать его или нет королева кубков также стоит десятка жезлов классика десятка семья только здесь один ребенок паш жезлов девятка педакли девятки педакли здесь есть отличие которое говорит о том что здесь нету забора да как в классике присутствует то есть нету отдаленности либо отделения да от внешнего мира король жезлов аркан влюбленный да опять таки мы здесь видим мужчину который держит женщину на руке архангел причем характерная черта что нету лица потому что в принципе весь ангельский мир он аморфный у него нету это энергия это такая разумная субстанция у которой нету тела поэтому здесь лицо и не изображено аркан смерти да вот он серп здесь несет рыцарь жезлов вообще все рыцарь они такие ну вот ровно медленные да спокойные тоже нету вот этого огня нету этого движения королева пендакли здесь мы видим значит зайца козу этот утка либо там что то такое вот ну то есть животный мир и мерафант девятка мечей здесь мечей перед девушкой изображены пажа мечей четверка жезлов я если честно не совсем понимаю смысл четверки жезлов в этой колоде да как некая такая груша которая смотрит на на то дерево я так предположить что это дерево груши да ветки что она цветет а вот я здесь как будто бы ограничен за окном в углу не знаю до сих пор не могу понять смысл этой карты императрица играющая на лире и вот здесь вот птичка да приносящая информацию аркан справедливости пятерка жезлов здесь как раз таки изображена в виде пендакли не пендакли как этот правильно да ну вот это вот звезда если вы посмотрите в классике то как держат свои эти шесты меня либо палки люди то посмотрев сверху на эту картинку краски увидите вот пендакли смысл заключается в том что у каждого свой жезл у каждого свое убеждение но если эти убеждения соединить воедино то может получиться то есть во имя одного чего-то важного значимого то может как ради какой-то одной единой цели может получиться что то хорошее это как некий такой мозговой штурм когда каждый говорит свою точку зрения но потом из этого что-то хорошее получается позитивное да рождается аркан мира девушка здесь стоит на на глобусе на шаре здесь у нее этот венок и лента только она отвернута от нас повернута спиной и по сторонам мы видим планеты двойка жезлов классика только он не стоит на на башне рыцарь пендакли медленный туз пендакли это восьмерка жезлов да быстрое развитие лук он держит да как стреляет стрелы верховная жрица король мечей такой задумчивый прям двойка кубков гармоничная здесь мужчина целует женщину девушку парень вот но при этом они как классики не делают шаг то есть мужчина не делает первый шаг они как будто бы уже стоят да принято какое-то решение за каждым из них кубок вот и здесь мы видим значит кадуцей символика символика гермеса да кадуцей и крылатое солнце химические такие символы восьмерка кубков аркан звезды туз мечей вот то что я говорила да принято решение хотя в классике меч должен быть направлен наверх да как то что предстоит почему наверх потому что это потенциал что из этого выйдет мы не знаем да то есть вскроется ли какая-то правда что-то произойдет получу ли я информацию здесь он уже направлен вниз как готовое решение туз жезлов аркан суда здесь вот такой да то есть поклоняется нету человека который трубит в горн император башня восьмерка мечей четверка кубков тройка педакли здесь люди стоят они ничего не строят они ничего не создают пятерка кубков и туз кубков вот такая вот была колода наверное я не смогу вам показать все а придется по каждой колоде наверное в отдельности их показывать безусловно вы их можете найти в интернете вот но я наверное в своих обзорах буду немножечко рассказывать о символике да которые характерны той или иной колоде поэтому наверное я сделаю так а не в одном обзоре все колоды потому что когда вот мы дойдем например до колода колода моей любимой таро сумасшедшего дома вот здесь очень такая глубокая символика конечно же о демонических печати я здесь говорить не буду здесь вот печати прописаны на малых арканах на великих арканах вот как раз таки изображено древо жизни и путь который соответствует данному аркану буква эврита кто в этом буква эврита кто в этом разбирается на и смысл такая вот очень интересная и все фигурные арканы здесь имеют отсылку к главным героем здесь вот пожезла да казанова изображены известные личности и читая их биографию ты видишь связь вот уэйт изображен да и вот древо жизни и древо жизни здесь вот это король пендакли ну очень хочется поделиться той информации которая есть если вам будет интересно пишите я продолжу если я не увижу какую-то обратную связь я пойму что не интересно и поэтому смысл что-то рассказывать что-то делать не имеет да я такой человек если нету какого-то отклика я для себя расцениваю что ну это не нужно нету запроса и поэтому вкладываться тоже нету смысла пишите мне будет интересно и напишите что бы вы хотели чтобы в обзорах я вам рассказывала помимо того что вот еще раз скажу карты можно найти очень много кто рассказывает какой смысл да просто посмотреть картинки есть сайты если хотите что-то чтобы поглубже я вам рассказал в том формате в котором но я работаю напишите задавайте вопросы я попробую ответить если я владею информацией прощаюсь с вами пока 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 не забывайте а Спасибо.